Неужели двухлетний iPhone 13 Pro Max может быть лучше, чем новенький iPhone 15 Plus? В этом видео я хочу рассказать про мой опыт использования, про нюансы 13 Pro Max, про его актуальность покупки сейчас, что с ним случилось за два года. В первую очередь я бы хотел начать с тактильного ощущения. Смартфон очень приятно держать в руке, матовое стекло сзади, ощущаешь в руках какую-то дорогую вещь. Но мы расплачиваемся тем, что смартфон очень тяжелый, он очень громоздкий и я использую два смартфона, iPhone и Android. И при той же диагонали дисплея Android намного легче. 240 грамм в 13 Pro Max они некомфортны для использования. И многие мои друзья использовали 13 Pro Max, 14 Pro Max, они решили либо купить 15 Pro Max, который из-за Титана стал весить немножко меньше. Или же перейти на модель поменьше без приставки Max, потому что iPhone 13 Pro Max это все-таки очень большой и тяжелый смартфон. В отличие от 14 Plus или 15 Plus, они весят намного меньше. Тут 13 Pro Max на самом деле слишком тяжелый смартфон, добавьте к этому еще и чехол. Им крайне неприятно пользоваться в обычной жизни из-за его большого веса. Но у iPhone 13 Pro Max имеется очень большое преимущество перед iPhone 12 Pro Max или перед iPhone 14 Plus и 15 Plus. Это его дисплей. Да, конечно он со старым вырезом, но на это не обращайте внимания, потому что это забывается буквально через 2 часа использования. А вот то, что здесь имеется 120 герцовый дисплей, который может опускать частоту до 20 Гц или до 40 Гц в зависимости от ситуации. Не то, чтобы я вижу прям эту анимацию, конечно нет, но такое динамическое переключение помогает iPhone 13 Pro Max быть очень автономным смартфоном. 13 Pro Max автономнее большинства Android смартфонов, с которыми мне приходилось иметь дело. И он конечно же работает больше, чем iPhone 15 Plus или скажем 12 Pro Max. То, что в данном смартфоне нет USB Type-C и нет динамического острова, это все-таки субъективные моменты, потому что Lightning это очень распространенный формат. Такой провод имеется практически везде, во всех кафешках, торговых центрах. Найти такой провод сейчас не является проблемой. Через 4 года, да, он станет древним куском провода и его уже будет сложно найти, нужно будет носить с собой провод. Но то, что Lightning втыкается в телефон даже проще, чем USB Type-C, это я знаю по опыту использования этих двух проводов. Есть одна очень важная функция, которая выдает, что 13 Pro Max это уже устаревший смартфон. И это функция Always On Display, которую к сожалению не поставили в 13 Pro Max. А в 14 Pro Max и 15 Pro Max они работают очень хорошо. Но нужно учитывать, что в iPhone 14 и в iPhone 15 без приставки Pro также этих функций нет. Спустя 2 года на iPhone 13 Pro Max огромное количество чехлов и аксессуаров, которые продают за копейки. Их выпускали очень много. Сейчас смартфон не выпускается, продают их по распродажам в каждом магазине. Сейчас что iPhone 13 Pro Max или iPhone 15 Pro Max работают очень хорошо. Нет ни одной задачи, с которой бы не справился iPhone 13 Pro Max. Но мы понимаем, что чип, который вышел в iPhone 15 Pro Max, именно Apple A17 Pro, он все-таки рассчитан на более мощную работу. Об этом говорит нам встроенная память. 8 гигабайт оперативной памяти против 6 в iPhone 13 Pro Max. Сейчас мы разницы не чувствуем, но через 3-4 года эта разница уже будет ощущаться. И iPhone 13 Pro Max сложной задачей будет делать не так быстро, как, скажем, новые iPhone. Но мощность, которая сейчас имеется в iPhone 13 Pro Max, позволяет открыть нам любые приложения молниеносно. И я не помню, чтобы iPhone 13 Pro Max где-то зависал и долго думал. Рассказывая про iPhone 13 Pro Max, невозможно говорить и про конкурентов. Флагманов на Android, среднебюджетных Android. iPhone 13 Pro Max я сравнивал с очень многими среднебюджетными Android смартфонами. И ситуация везде одинаковая. У Android за 300 тысяч рублей отличный дисплей, хорошая автономность и довольно неплохая работа. Но где они теряются, это камера. Все-таки, когда мы начинаем делать какие-то сложные фотографии в какой-то местности, где плохое освещение, то iPhone там показывает всю свою мощь. И используя алгоритмы, используя мощный чип, используя хорошую оптику, iPhone делает хорошие фотографии. Но в обычный солнечный день, среднебюджетный Android смартфон за 25 или 35 тысяч рублей показывает такие же хорошие фотографии, как и дорогущий iPhone 13 Pro Max. Но все-таки есть некоторые моменты, где iPhone 13 Pro Max все еще остается лидером. А именно, портретные фотографии. Портретные фотографии iPhone 13 Pro Max сделаны на великолепном уровне, потому что смартфон выдает очень хорошие кадры. Из-за того, что у iPhone 13 Pro Max есть лидар и есть телефотокамера, то, чего лишены iPhone 14 Plus или 15 Plus, мы можем понять расстояние до объекта, и iPhone классно размывает задний фон. Сейчас хочу сравнить фотографии, снятые на среднебюджетной Xiaomi и на iPhone. И мы видим, что контур волос все-таки iPhone снимает лучше, чем, скажем, среднебюджетный Android смартфон. Когда мы говорим про портретные фотографии, тем более, что условия освещения не самые хорошие, то Xiaomi 11 Pro все-таки проиграл iPhone. И об этом речь. То, что мы платим за iPhone только за то, чтобы получить хорошие фото-видео возможности. То есть, размытие заднего фона у него получается очень хорошо. Но у iPhone есть еще и функция Kinematic, то есть, размытие заднего фона при съемке видео. А это режим киноэффект, то есть, в синематике у меня получается задний фон, вот он, размыт. Но это потому, что у меня такая вот ровная прическа. Если у меня волосы вот так вот будут, то есть, торчать из сторону в сторону, мы видим, что телефон ошибается. Например, вот смотрите, вот здесь вот, когда я перехожу, вот видите, вот у меня область. Она, то он понимает, что нужно размыть, то не понимает. То есть, происходит ошибка. Если при портретном фото ошибается смартфон меньше, то при режиме Kinematic ошибок намного больше. Ну, вот видите, вот эту область, он думает, что это моя голова, продолжение моей головы. Это при том, что у меня короткие прически, не торчат волосы. В общем, суть в чем, то, что все эти режимы, кинематики, куча новых функций, фишек, которые добавляет iPhone в свою камеру. Это все, во-первых, можно сделать сторонними функциями. Во-вторых, это все давно уже было на Samsung'ах, там, на всяких Huawei'ах. И там это ни черта не работало. И также здесь это ни черта не работает. Также у iPhone 13 Pro Max имеется ночной режим на все камеры. Включается эта функция автоматически. На этих кадрах, снятые в ночное время, мы видим, что iPhone все-таки справился с задачей. И сделал довольно-таки хорошие, приятные фотографии. Конечно, ночной режим на iPhone'ах появился очень поздно, позже, чем на Android' смартфонах. Но корректно работает. На самом деле, это та функция, которая появилась очень поздно, но работает очень хорошо. Если по фотографиям многие Android' смартфоны могут снимать очень хорошие кадры, даже лучше, чем iPhone, то вот по видеосъемке iPhone остается пока на недосягаемом уровне и снимает очень хорошее видео. То есть, автофокус, плавность, стабильность, все это работает на iPhone'е очень хорошо. Немножко про переключение между камерами на iPhone'е. Дело в том, что многие Android-производители сейчас могут снимать 4K, 8K. Ну вот сейчас я беру самый простой формат 1080p, 60 кадров. Вот именно 60 кадров. Вот здесь мы делаем вот такое вот трехкратное приближение. Это у нас уже телефотокамера. Можем приближаться вплоть до 9 раз, и вот, скажем так, горы. И вот знаете, вот с этого момента мы вот так вот можем переключиться на сверхширокую камеру. Переключение между камерами в 1080p и 30 кадров в секунду могут делать Android' смартфоны. А вот 60 кадров не могут делать. Также на многих смартфонах принята экономить на селфи-камере. Передняя камера iPhone'а 13 Pro Max сделала большой скачок в развитии. Такой же скачок был и у 11-го iPhone'а. Там камера получила 4K. Но здесь камера снимает классные портретные фотографии на селфи-камеру. Иногда даже не скажешь, что это снято на селфи-камеру и на основную камеру смартфона. Таким образом, в iPhone'е 13 Pro Max даже передняя камера получилась очень флагманск. Несмотря на то, что вырез здесь старого формата, камера остается очень крутой. Из минусов камеры iPhone'а 13 Pro Max я бы хотел отметить зеленые точки на фото. Вне зависимости от кадров или условий освещения, иногда появляются вот такие зеленые точки на фото. Это не потому, что я не протирал камеру. Просто вот такие ошибки происходят на iPhone. Я не знаю, с чем это связано. На Android смартфоны таких фишек не делают. Все мы знаем, что iPhone закрыта и безопасная операционная система. Обновляется каждый год, появляются новые функции. Но iPhone это еще и ограниченная система. И банковские приложения сейчас удалены из App Store. Если на Android все очень просто, есть APK файлы, есть магазин RU Store, наш Store, там где приложения обновляются автоматически, то сейчас, меняя iPhone на новую модель, вы должны будете в каждый банк отдельно, чтобы вам поставили приложение. Например, я поехал в Альфа-банк и мне поставили какое-то приложение через ноутбук. Как они это сделали? Что это за приложение? Насколько оно следит за мной? Я не знаю. По этом плане, Android смартфоны более открытые, там даже можно расплачиваться смартфоном, используя MirPay. Про Apple Pay можно забыть. Из-за этого я даже решил продать свои Apple Watch. Даже спустя 2 года имеет смысл покупать iPhone 13 Pro Max. С появлением 15 версии их все больше и больше будет продавать на вторичном рынке. Это отличный смартфон. Он однозначно лучше, чем iPhone 15 Plus. Несмотря на то, что у него старый Lightning и динамического острова нет. Все равно 13 Pro Max на голову лучше, чем iPhone 15 Plus благодаря телефото, камере, датчику LiDAR, очень крутому дисплею. А по мощности они примерно одинаковые. Более новый iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max, конечно же, получили некоторые небольшие изменения и улучшения. Но в целом, если вот глобально посмотрим, 13 Pro Max ничем не хуже. Я даже сравнивал 14 Pro Max и 13 Pro Max по фото-видео возможностям, и там разница оказалась минимальной. Поэтому спустя 2 года iPhone 13 Pro Max это все еще очень хороший и достойный смартфон, который можно покупать, переходя, скажем, с 11 iPhone, ну и все, что ниже. Приложение камера iPhone становится все больше похожим на приложение камер Android смартфонов. То есть здесь появляется огромное количество функций, которые в обычной жизни работают не очень хорошо, и большинство пользователей этими функциями пользоваться не будут. Зачем iPhone делает настолько нагроможденным приложение камера, я не понимаю. Если вы хотите снять какое-то крутое видео, вы будете использовать более профессиональные камеры, типа как Pro Movie или Filmic Pro. Если вы хотите фотографировать очень крутые кадры, то есть приложение Pro Cam. Огромное количество приложений в App Store позволяют нам получить любой результат. И дело в том, что эти приложения обновляются и появляются там новые функции. Сейчас появляются новые функции в iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, но этих функций не получает старенький iPhone 13 Pro Max. То есть приложение камеры нагроможденное, но эти функции не развиваются, не обновляются, потому что Apple нужно продавать новые устройства. Киноделы используют другие сторонние программы, а встроенные приложения камеры используют обычные люди. А обычным людям на черт не нужны эти HDR и прочие форматы, которые в обычной жизни, ну правда, не нужны. Они занимают много места, и их нужно обрабатывать в каких-то специальных программах. Если у вас был такой телефон в использовании, напишите ваше мнение. Спасибо за просмотр. До новых встреч.